Здравствуйте, дорогие мама и Димочка! Сообщаю вам, что нахожусь на новом месте. Из Тулы мы вышли 4 числа и на новое место пришли 10. Всю дорогу шли пешком. Прошли 160 километров. В основном я дошел благополучно. Единственное, что меня мучило, это ноги. Вы же знаете мой размер и как трудно подобрать мне по размеру обувь. Так вот и сейчас сапоги мне немного жали. На месте не было заметно, потому что много ходить не приходилось. А сейчас, в особенности к концу похода, я настолько помял и натер ноги, что еле-еле дошел. И до сих пор никак не могу ходить нормально. Хожу как на ходулях. Но, несмотря на усталость и боль в ногах, духом мы не падали. Шли очень весело. Всю дорогу мы шутили. Пела на привалах гармошка. Шли мы ночью. А днем отдыхали. Проходили по местам, ранее занятые немцами. Когда проходили населенными пунктами, население, несмотря на то, что это было рано утром, выходило на улицу с букетами цветов в руках и наилучшими пожеланиями. Встречало и провожало нас. Что еще больше подбадривало и прибавляло сил. Сейчас мы остановились в 15 километрах от города Козельска. Место здесь очень хорошее. Какая не война, а природа остается природой. Живем мы в лесу, в шалашах. Вечером и утром поют соловьи. Кукуют кукушки. Воздух, конечно, здесь первый сорт. В общем, все бы хорошо, если не война. Но ничего не сделаешь. Наряду с неприятными вещами бывают и неприятности. Вот, мама, коротенько, какие у меня новости. Можно было написать более подробно, но время очень ограничено. Приходится урывать минутами. Пишите, что у вас, как вы живете и как Димушка. Мой адрес. Город Козельск, Смоленская область. А пока до свидания. Желаю вам всего самого наилучшего. Ваш Николай. Субтитры сделал DimaTorzok